Дети с задержкой психоречивого развития, страдающие синдромом Дауна и ДЦП. Кроме того, малыши, которые страдают в развитии. В основном нарушения у детей, которые проходят реабилитацию в отделении раннего вмешательства при областном перинатальном центре. По словам специалистов, таких диагнозов с каждым годом становится все больше. Однако имеются проблемы с подготовленными кадрами. Кроме того, важно дооснастить отделение профильными кабинетами и оборудованием. В отделении совершенно бесплатно проходят реабилитацию дети до трех лет. Причем профильную помощь получают не только актюбинские малыши. За квалифицированной помощью приезжают из Мангистаусской, Атараусской, Казалардинской областей. И положительные результаты у юных пациентов имеются. В частности, это отмечает Актюбинка Клара Таушанова, которая приводит в отделение внука. У него диагноз ДЦП, специалистический диспедиат тяжелой формой. Сейчас мы встали на ноги, потихонечку ходим. Немножко понимания есть у нас. Не было понимания. Сейчас понимание есть. Мы каждый месяц ходим. Через месяц. Результаты хорошие у нас. Мы вообще не ходили. Лежачие были. Даже на бок, на спину. Не держали. Спину не держали. Сейчас нормально у нас. Специалисты здесь хорошие. Здесь Роза Саиновна, ЛФК, Нурдос Аликович, психолог Ару, дефектолог Гульнас. Они все хорошие специалисты. В целом, к каждому юному пациенту в отделении применяется индивидуальный подход. Реабилитация бесплатная. Нужно лишь подать заявку участковому врачу и получить направление по порталу. Специалисты подчеркивают, что в последние 3-4 года больше стало детей с задержкой психоречивого развития. В этой связи родителям требуется вовремя обратиться к специалистам. Однако соответствующих кадров не хватает, подчеркивают в отделении. В частности, требуется ЛФК-инструктор. У нас имеется где-то, я могу примерно оценку дать, на 80% необходимое оборудование. Конечно, не помешало бы еще пару кабинетов оснащать и сделать прям хорошие для детей. Мы как-то ведем переговоры, ищем варианты. Наше заведующее отделение постоянно в курсе, оно работает на эту тему. Мы думаем сделать кабинет. Есть такая методика, направление сенсорная интеграция называется. Вот мы сейчас думаем, какой из кабинета сделать сенсорную комнату или кабинет, не помешало бы. Там тоже у нас дети сейчас ходят, которые нуждаются на эту методику, в эту методику. Программа реабилитации в отделении составляет 21 день. В среднем в месяц соответствующую помощь здесь получают порядка 30 детей.